Девушки, по их же словам, не какие-нибудь любительницы, а настоящие профессионалки, самые младшие из которых едва исполнилось 18 лет. По сходной антикризисной цене в пределах 4000 рублей за час клиента ждали вполне роскошные апартаменты и возможность реализации самых смелых интимных фантазий. Первоначально три обитательницы съемной квартиры открывали дверь сотрудникам полиции и не спешили. Они заперлись за стальной дверью и держали оборону. Отказываясь при этом выпускать несчастного клиента. Когда оперативникам все же удалось войти, то их глазам предстала довольно идиллическая картина. Ночь, кухня, три перележных студентки готовятся к утренней лекции. Вот только в эту легенду никак не вписывался посторонний мужчина. Ну и еще ряд интимных атрибутов. В зале под подушкой. Деньги за оказание услуг лежали на столе. Еще две индивидуалки приехали по вызову в одну из саун Октябрьского района. Давно работаешь? В смысле недавно работаешь? Недавно, блин. Недавно? Сколько стоит? Две тысячи час. Две тысячи час? Это если выезд? А в апартаментах сколько? В смысле апартаменты сколько? По хату не ездишь? Две триста. Две триста. Вот, видишь, подруга. Я работаю всего лишь две недели. Кстати, одна из них была задержана за то же самое на следующий день, но уже в Волжском районе. А ведь обе утверждали, что работают всего неделю и обязательно перестанут. Характерной тенденцией последних лет является тот факт, что при задержании и доставлении в отдел полиции на телефоны девушек, которые оказывают интимные услуги за деньги, начинают названивать их личные адвокаты. В данном случае на задержанных были составлены административные протоколы и в дальнейшем по решению суда им предстоит выплатить до двух тысяч рублей штрафа. Похоже, что времена сутенеров, мамочек и суровых беспощадных охранников постепенно уходят в прошлое, уступая более цивилизованным методам ведения незаконного индивидуального интимного бизнеса.